Сейчас разберем такую нежелательную ситуацию. Есть миллионное количество людей, которые чувствуют себя в этой позиции достаточно удобно. Если получилось этот центр тяжести поймать, в принципе, я хожу в эту группу людей, потому что мне вообще нравится больше бороться сверху, мне нравится бороться с людьми, кто работает в открытых гардах, в таких современных. Мне это подходит, потому что, в принципе, мне удается поймать базу. Смотрите, разберем ситуацию, когда у Саида уже получилось закрутиться, говорил, заведи ее дальний удар. Именно вот такая позиция. Здесь что мне нужно сделать? Мне нужно правильно распределить вес на нем. То есть большая ошибка будет направить его в одну точку. Я очень хочу воспользоваться этой лапеллой, кажется, все академично именно направить вес в эту группу. Это будет не совсем верно. Мне нужно, скажем так, положить примерно по центру. Поэтому я буду держать. Легче держать. Находиться вот здесь. То есть вот здесь я чувствую себя нормально. Вы можете держать его на ковре, можете держать вот таким образом. Мне здесь вот этот захват, если у меня удалось его взять, мне нравится больше. Смотрите, там хорошо заводить, проговорил. И он будет стараться вас качать. Здесь вопрос идет уже тайминг. Потому что следующий этап людей, кто борется отсюда, они понимают, говорила, не получилось. Мы будем переходить к беремболу. Вот эта рука пойдет на мой пояс. Вот эта рука. В этот момент мне нужно положить его вниз. И здесь уже я работаю над проходом. Здесь, если я хорошо закрыл, я нагнал 30 секс. Не нужно ее над слишком близко к тазу, потому что у него остается работа с поясом, с захватом. Не стоит заводить ее вот здесь, забирать или стремиться к голове, потому что, скорее всего, это не получится. Мне нужно положить захват и положить свой вес именно на его корпус и отжать именно трицепс. Здесь уже дальше идет работа по проходу. Не самая сложная. Мне нужно работать здесь над тем, чтобы забрать эту ногу. Даже если с Вами встретился человек достаточно серьезно, он смог закрыть эти ноги. Здесь то же самое. То, что я объяснял тот раз. Когда вы вытаскиваете ногу, не нужно толкать и рукой, и ногой. Можно сделать движение противоположное друг к другу. Когда я бью по этой ноге, я всегда тянусь штанину к себе. То есть не должно быть, что я вытаскиваю вот так. Если я ее вытаскиваю, я пятой ногой толкаю, а ты идти на вторую ногу. Вот так мы все это выделим. Раз, два, три. Еще раз. Прокручивайтесь. Вот здесь нужно вес поднимать. И в принципе я нахожусь по центру. И нужно правильно поймать момент, когда он забрал пояс, чтобы положить на него. Если я этот момент пропущу, я уже окажусь вот в такой позиции. Здесь будет работа, которую мы чуть позже сделаем. Еще раз. То есть научитесь ожидать свой момент. Закрутись сильнее. Закрутись. Вот здесь и мне нужно вес положить. Раз, два. Здесь чуть съехали. Он закрыл ноги. Штанина. Возьмите поплотнее. Чуть отъехали. Добрали сайт на. Вопросы? Раз, два. Смотрите, нужно дать своему партнеру, скажем так, очень сытно заправить эту доллариву. Чтобы он прям в дальнюю ногу въехал вам. Вот такая ситуация должна быть. То есть, чтобы вот. Он сразу стремится к поясу. Это автоматическая реакция человека, который делает берембовку. Если у него первый раз не удалось закрутить вас тем, что не есть, он всегда пойдет к поясу. И если вы этот пояс упустите, гарантированно он уже будет на затылке закручиваться дальше. То есть, вот здесь он уже окажется. И здесь уже придет с ним бороться. Если вы упустите этот захват. То есть, здесь основной навык этой отработки, это сразу блокировать захват, который идет к поясу. Еще раз. В принципе, эта отработка как раз под берембовку. Вот в этот момент, вот мне нужно положить вес. Он идет к поясу. Вес жестко кинул на его, можно сказать, верхний плечевой корпус и лицо. Здесь я его хорошо подгрузил. Эта рука не так активна теперь, потому что уводить ее гораздо сложнее. Я положил весь бицепс на его разгибатель, на трицепс. Вот сюда. Здесь я могу достаточно терпеливо находиться, потому что у него атак не так много. Потому что он держал штанину. Не штанину, а пятку в этом случае тоже. Когда есть штанина, возьми штанину, пожалуйста. Чуть дольше будет работа, у него есть вариация, все-таки, которую мы сделали. Здесь я забираю штанину. И, ребят, ни в коем случае не вручайте свой центр тяжести вот таким вот образом, пойдя на него. То есть он сразу будет крутить. Чуть-чуть объехали, вставили. Штанина одна идет к себе. Нога отталкивает вот в себя. И я закручиваюсь. Оставляю этот крицепс, забираю голову. Гораздо плотнее получается. Окей? Раз-два. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...